Безбашенное веселье и неконтролируемая жажда приключений. Все это нередкие спутники граждан, отмечающих Новый год в кругу друзей. По словам врачей, самые распространенные причиной попадания в больницу становятся обморожение или переохлаждение, которые многие зарабатывают в результате долгих прогулок. Слишком увлеченные люди не сразу замечают первые признаки и не стремятся отогреться где-нибудь в тепле. Это может привести к усугублению положения, вплоть до необходимости госпитализации в дальнейшем. Если говорить об обморожении, то это негативное воздействие на ткани организма низких температур. Такое происходит при длительном пребывании на морозе и если человек игнорирует первые симптомы переохлаждения, таких как бледная кожа, ощущение онемения и покалывания в конечностях. Чтобы предотвратить ситуации с обморожением, желательно надевать теплую одежду, которая должна состоять из нескольких слоев. Также в список самых распространенных травм входят ушибы, сотрясения и другие последствия падений и неосторожных действий на горках, катках и других спортивных тренажерах. Излишне веселые граждане в порыве веселья и в полуновогоднего настроения норовят залезть на детские площадки и показать своим друзьям необыкновенные трюки на турнике и другом спортивном инвентаре. В большинстве случаев все заканчивается плачевно. Травмы головы, конечности и даже внутренних органов. Чаще всего именно такими пациентами наполнены длинные очереди в больницах и поликлиниках. Веселое катание на горках, лыжах, коньках также может обернуться получением травмы. Причинами таких травм могут быть невнимательность, неудобная одежда, плохие метеорологические условия. Для того, чтобы избежать травматизма, также нужно следовать ряду правил, в том числе использовать дополнительную экипировку, использовать дополнительные элементы одежды, налокотники, наколенники. Обязательно должно быть проведение инструктажа перед катанием на лыжах, на коньках. Для многих неотъемлемая часть новогодней ночи и праздничных дней пиротехника. При нарушении техники безопасности или покупки продукции в несертифицированных местах, при нарушении техники безопасности или покупки продукции в несертифицированных местах, есть риск нанести себе травму. Самые частые из них взрывные повреждения пальцев рук или тела и ожоги. Благодаря неосторожному обращению с потенциально опасной техникой и несоблюдению безопасной дистанции, есть риск провести новогоднюю ночь в больнице. По статистике, большая часть происшествий случается 30 декабря, их 52% и 31 декабря, занимающего позицию в 29%. А вот самые спокойные дни – 3 и 5 января. На эти дни приходится всего по 3% происшествий. Важно отметить, что Новый год – семейный праздник, который должен оставаться таковым, а не отмечаться в компании врачей и санитаров. Предотвращение неосторожных травм упростит жизнь не только вам, но и медицинскому персоналу и позволит каждому вдоволь насладиться праздником. Елизавета Газизянова, Николай Асуховский, Универ Новости.